всем привет народ сейчас хочу показать и чтобы мы с вами немножко послушали как обрабатывает транзиенты обыкновенный аналоговый компрессор достаточно простой можно сказать скажем так бюджетный прибор это Behringer вот в этом компрессор состоит из принципе трех частей первое это экспандер который в режиме экспандера приподнимает сигналы в том значении уровня громкости до которой я его выставляю то есть минус 30 децибел он видит сигнал и он его немножко приподнимает все что ниже не приподнимает и таким образом получается как бы транзиенты звучат ярче вот и после этого их можно обрабатывать компрессором если же нажму кнопочку gate то он будет срабатывать как шумоподавитель вот если я нажму кнопочку release то у него будет более мягкий релиз как у экспандеровый гейта то есть он будет приподнимать транзиент и очень мягко спадать по громкости вот такие вот вариативность существует конечно есть экспандеры приборы которые сами по себе экспандеры и там есть четыре или пять параметров настроек то есть время реакции время спада время задержки как быстро как он отреагировал держит сигнал в каком-то месте они сразу спадают и время спада и уровень входного и выходного сигнал там драйв вот это все вот здесь это упрощенном варианте потому что он идет в комплексе с самим компрессором вот и дальше идут параметры компрессора low contour control это тот что это фильтр низких частот чтобы не реагировал на самые активные низкие частоты его можно отключить и тогда он будет срабатывать на самые активные транзиенты то есть низкочастотные если мы хотим их использовать как триггер для компрессора тогда мы этот low factor выключаем вот external source chain это нам не касается для динамической эквализации это нам нужно а это сайдчейн мониторинг для чтобы слышать послушать то на какой именно на какой именно часть спектра и как будет так как звучит сигнал на который компрессор будет срабатывать я эту конфигурацию здесь не использую потому что на мастеринге на мне в общем то как бы и не нужна на самом деле вот дальше interact new то есть это такой параметр как колено срабатывание компрессора то есть компрессор график вот такой ну как бы идет сигнал в какой-то момент срабатывает и вот этот порог срабатывания компрессора он был может быть скрупленным по графику а может быть жестким то То есть не срабатывает, не срабатывает, доходит до какого-то момента и сразу рубит. А может начинать рубить потихоньку. Там с минус 40 до минус 30. Это называется такое мягкое, soft-knee. Мягкое колено компрессии. Такое это может быть. И для этого есть такая кнопка. На других компрессорах есть компрессор, где регулируется мягкость колена. Но в цифровых компрессорах оно точно регулируется. Это очень простой параметр, который сразу выносят в настройки, когда делают эмуляцию настоящих компрессоров. В наших любимых программах в Reaper, Logic и где угодно. В QBasic. Там есть регулировка графика мягкости срабатывания. Постепенности угла срабатывания. Степени срабатывания. Дальше идут параметры threshold. То есть мы опускаем то, в какой момент компрессор начнет срабатывать. В какой момент громкости он начнет реагировать. То есть когда громкость будет большая или меньше, или совсем на чуть-чуть он будет только прикасаться к самым верхним пикам. То есть идет сигнал. Если сигнал достигает минус 10 дБ, компрессор реагирует. Если не достигает минус 10 дБ, компрессор не реагирует. Или же мы ставим его на минус 30 дБ, и все, что выше 30 дБ, он реагирует на это все. То есть неважно там 3 дБ, минус 5, минус 7, минус 10, минус 30. Он на все эти частоты, на все эти громкости реагирует одинаково. Давит их. До одного уровня доводит. И это настраивается... Есть индикатор gain reduction. Но в принципе как только... Работа компрессора становится слышно на слух раньше, чем gain reduction показывает, что он каким-то образом затронул транзиент. А для того, чтобы это все было наглядно, вот у меня тут над головой есть 3 осциллографа, которые будут показывать в принципе бегущую волну. Синий это до, а зеленый это после. И для наглядности будет видно, как все происходит. Сейчас, секундочку. Ну в принципе лучше сделать так, я их сейчас сделаю поменьше. Ну в общем видно будет, как это все бежит. Как обрабатываются транзиенты. Для наглядности я вывел их на осциллограф. Сейчас, секундочку. Вот так вот мы их оставим, пожалуй. Да. Давайте теперь послушаем. Значит у меня не включено ничего, не эквалайзер. Преамп стоит просто пропускает сигнал через себя, без искажений, без надрыва, без ничего. И сигнал идет дальше в компрессор. Над компрессором мы видим лимитер, который включен просто для того, чтобы он не клиповал. И все. То есть в принципе никакое звуковое, тембральное воздействие он не оказывает. Он просто не пропускает, там просто срабатывает клипер, и он не пропускает сигналы выше нуля ДЦБ обратно в компьютер. Вот и все. То есть как бы он для этого существует здесь, в данной ситуации. Ну и поехали послушаем, что у нас. Вот у меня ручка, вот кнопочки компрессора. Дело в том, что я показываю только левую часть компрессора, а правую я синхронно кручу. Вот. И если я допустим сейчас компрессор включу, я тут же включаю правую. Вам просто этого не видно, но я делаю это все одновременно. Вот. Или одной рукой повторяю действие, либо двумя руками. Это симметрично происходит. Ну вот. И компрессор выключим. Послушаем, как без компрессора звучит. Просто тут только через лимитер, да? Теперь я включаю компрессор. И мы не слышим разницы. Что на самом деле естественно. Потому что я не настроил ни степень компрессии. У меня она стоит на 1 к 1 сейчас. Вот. Давайте мы ее поставим на 1 к 4. На обоих каналах справа и слева. Low-Contour включим, чтобы он не реагировал на вот эти вот тычки-бочки. Я потом для демонстрации его смогу отключить. Вот. Interactive Knee, то есть когда она... В зависимости от возрастающего сигнала, оно начинает от 1 к 1 к 1 к 1 к 4 более плавно. Не сразу было 1 к 1, а сразу потом сразу бах 1 к 4. 1 к 2, 1 к 2 с половиной, 1 к 3, 1 к 4. В зависимости от уровня входного сигнала, этот уровень компрессии начинает занижаться. Ну, повышаться. Сначала был 1 к 1, потом 1 к 1, 1 к 1 к 1 к 1 к 1 к 1 к 3. И так далее. Как только входной сигнал, чем выше входной сигнал, тем закрывается больше компрессор. Вот. И теперь начнем что делать? Мы начнем поворачивать ручки порога, порога срабатывать, пока он не начнет ощущать транзиенты. Мы это сразу услышим. Я начну их поворачивать. Вот сейчас очень наглядно получилось, что на плюс 10 децибел это вот сейчас вот это положение ручки, мы еще не слышим компрессию, как компрессор начинает входить в режим срабатывания. А затем на чуть выше, чем 10,5 на следующий шажок переключаемся и уже тут же начинаем слышать, как компрессор начинает придавливать звук. И дальше он его начинает придавливать все больше и больше и больше до вот этого положения, что это уже минус 10 децибел. И только здесь мы видим, что срабатывает индикатор gain reduction. Поэтому индикатор индикатором, а слух слухом. Это всегда сперва ловится на слух всегда. Иначе это не работает. Это должно ловиться всегда только на слух. Что-то тут как-то неуклюже все это выглядит. Ну ладно. Вот. Поэтому лучше, чтобы это все делалось на слух. Gain reduction вот там начнет блестеть вот здесь вот индикатор. Сначала 1 децибел редакции, на 2 децибела, на 3 децибела. Но когда он показывает 4 децибела, это прям будет сильная компрессия. Мы явно услышим, как сигнал пропаливается по громкости. Вот. И для этого у нас потом есть output. Для того, чтобы компенсировать громкость, которую компрессор украл у нас. Поэтому давайте еще раз вернемся на минус 10 и потом дорастем до плюс 10 и услышим, как это все срабатывает. Да? Ну, поехали. Вот здесь уже явно слышно, что провал по громкости пошел. А при этом индикатора еще нет. Ну, сейчас будет. Ну, и поскольку это ударные, нам же нужны яркие транзиенты. У нас время срабатывания компрессора достаточно большое. Я его почти где-то 180 миллисекунд. Вот. А время восстановления относительно быстрое. Где-то 200 миллисекунд. То есть, это приблизительно вот в ритме, в том ритме, в котором звучат главные транзиенты, бочка и бас, оно, в принципе, работает вот в этом ритме нормально. Если я... Вот. И если мы сейчас задавим гейн-редакцию, сделаем очень суровую, там, где-то минус 25 дБ, то мы все, что мы начнем слышать, это только вот эти тычки транзиентов, которые он пропускает, а потом после них срабатывает. Ну, и можно немножко компенсировать громкость, поднять на пару деление и послушать, что получится. А теперь выключаем компрессор, а потом опять включаем. Ну, и как я говорил в видео, где сравнивал аналоговый компрессор с цифровым, обязательно слушайте, как тарелки затухают. Если тарелки затухать начинают неестественно, с какими-то тарелками, значит, нужно уменьшать гейн-редакшн, может быть, даже увеличивать время атаки или уменьшать время спада для того, чтобы сохранить транзиенты, но, тем не менее, дать тарелкам затухать вовремя в своем ритме, да, чтобы компрессор их не сможет. Но с аналоговым компрессором таких проблем, как правило, нету. Потому что, как ни странно, он очень мягко обрабатывает все. И транзиенты обрабатывают так, как ожидаемо. И в то же время тарелки на фоне затухают очень естественным способом, естественным путем своим. Да? Ну вот. Поэтому вот такие настройки компрессора, они уже достаточно интересны. А теперь я включу его еще раз и выключу low-contour. И мы начнем, послушаем, как это все изменится звук, когда компрессор начнет реагировать именно на вот самые сильные транзиенты, то есть на бас-барабан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну естественно, когда мы пропускаем весь звук пачкой от низа до верха в компрессор, он немножко иначе реагирует. Динамика реакции другая. И немножко приходится подстраивать время реакции, потому что низкие транзиенты, они длиннее, чем высокие. И они захлебываются, начиная с такое придыхание такое. И я увеличил время срабатывания компрессора и в то же время уменьшил время спада для того, чтобы он все-таки открывался вовремя. Раз срабатывает медленнее, значит открываться должен быстрее, чтобы сохранить темп работы. Вот так это работает. Ну и я немножко, чуть-чуть на два деления буквально снизил порог срабатывания, потому что у низких транзиентов у них громкость объективно выше и он раньше срабатывает. У нас гейн-редакция пошла немножко другая и на слух я даже услышал. Не говоря, что на индикаторе это тоже стало видно. И немножко подстроил. И таким образом тоже вот так тоже компрессор может звучать для барабанов. Да, и вот еще прикольная штука. Если разогнать громкость на компрессоре до максимума, то он начнет клиповать в лимитере. Вот здесь. Вот здесь вот. При том, что гейн-редакции практически нету. Вот она. Нету гейн-редакции. А при этом он будет клиповать на выходе. Потому что на выходе в лимитере стоит аналоговый клипер, который не дает сигналу задраться выше минус 3 дБ. И при этом мы начинаем услышать исторшин. Сейчас я покажу, как это происходит. Это очень интересно. Можно придать окрас звуку. Потому что если лимитер выключить, он начнет клиповать, захотеть в клип на входе в аудиокарту. Там тоже есть клипер. И он тоже будет работать. Но он будет работать не так. А клипер, который в лимитере, он же более музыкально срабатывает. Более интересно звучит. Поэтому сейчас я включу опять компрессор и начну поднимать выходной сигнал с компрессора. Таким образом я буду поднимать входной сигнал в лимитер. И звук уйдет в клипирование. То есть в дисторшн. Вот такой интересный эффект можно сделать. Ну давайте вернемся в рамки нормальной громкости. Но теперь я покажу, как работает экспандер. Поставлю его сразу на минус 30 децибел, как отправную точку. И послушаем, есть ли разница. Давайте во время работы я, пожалуй, включу low contour и поставлю настройки, как были. Потому что тот звук мне больше понравился. Так вот у нас это было. Громкость где-то вот такая. И я сейчас начну добавлять экспандер. И мы услышим, как начинает сигнал становиться более сухим. Обратите внимание на формы транзиента, как они меняются немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, собственно, так работает аналоговый компрессор. Очень музыкально, очень здорово. Очень прикольно все это обрабатывается. При этом без потери каких-то нюансов динамических. Ну, на мой взгляд, это очень круто. Вот. Ну, если это было интересно, напиши в комментариях, было ли это все вообще интересно, полезно. Дело в том, что отправная RAM после работы с, ну, тренировки, ну, тренировки, работы, опыта, использования, даже вот такого достаточно простого, но очень точного компрессора, не приведи какого там дорогого, а самого обыкновенного. Вот. Ты уже по-другому смотришь на то, как вообще работают плагины, и немножко, с одной стороны, ждешь от них другого, с другой стороны, понимаешь, что они и работают не так, как аналог. Они не так реагируют. Если я сейчас возьму, ну, я уже в предыдущем видео, мы это слышали, возьму компрессор какой-нибудь цифровой и настрою его вот так же, как этот, он будет звучать совсем иначе. Транзиенты будут где-то худше, где-то что-то не так, будет обрабатываться, где-то какие-то недостатки возникнут. Это точно. Ну, мы можем в следующем видео включить какой-нибудь цифровой компрессор, встроенный там, тот же самый встроенный в Logic, и настроить его точно так же, как этот, и посмотреть, послушать разницу. Ну, все. Если это будет интересно, посмотрим. Да? Давай. Все. И опять же говорю, даже напоминаю, Red Sea Mastering, а аналоговый мастеринг делают у Димы. Это звучит красиво, музыкально, со вкусом, в любом стиле, в любом жанре. Всем рок-н-ролл. Спасибо за внимание.